всем привет меня зовут ирина я студентка третьего курса института международных экономических связей и сегодня я беру интервью у проректора нашего института клименских марина владимировна здравствуйте здравствуйте сегодня хотелось бы затронуть тему психологии и кому же стоит поступать по данному направлению ну я начну с того что мне очень приятно отвечать на этот вопрос потому что я сама психолог вопрос вас очень глубокий и действительно разные категории людей тут с тем чтобы стать психологами кто-то идет потому что чувствует невероятную потребность помогать людям кто-то идет для того чтобы разобраться в себе ну а кто-то идет для того чтобы стать очень крепким профессионалом и зарабатывать большие деньги в этой сфере причем все эти мотивы имеют право на существование иногда они очень плотно и витиева переплетаются но по факту мы можем получить очень классного студента успешного и востребованного выпускника насколько данное направление актуально в наше время как вы считаете я считаю что это не просто актуально сейчас это еще и профессия будущего она будет актуальна многие годы наперед количество людей неблагополучных психически психологически растет тяжело пережили пандемию теперь новые испытания для нашей страны для всего мира и замечательная фраза которую часто используют практические психологи в своей практике о том что в 21 веке людей психически больных будет мало а вот личностно неблагополучных будет очень много и вот это как раз сфера работы сфера деятельности психолога это отношение с детьми это отношение с родителями это отношение между пятью вот вы только вдумайтесь именно в 21 веке живет одновременно на земле пять поколений такого не было никогда у них разные ценности у них разные не знаю там мечты у них разные представления о том как надо общаться но как вы понимаете психологу есть разгуляться я хотела подкрепить этот тезис цифрой по статистике от года к году на 20 процентов увеличивается количество людей которые обращаются к психологу я имею ввиду россию динамика позитивная она за нас в том смысле что мы будем востребованы спасибо вам за ответ сейчас многим студентам трудно определиться с выбором может вы как психолог знаете почему многие молодые люди сейчас работают не по специальности все-таки не хотелось бы закончить институт и понять что это не моё ну вообще вот этот вот выбор специальности опять же в наше время в нашем веке он буквально преследует человека опять же возвращаясь к статистике в среднем жизни современный человек будет менять сферу деятельности четыре или пять раз таков прогноз и такова уже реальность и поэтому нормально когда при таком выборе при таких скажем так информационных совершенно разнообразных пластах человек в 18 лет не может выбрать раз и навсегда еще говорят идите туда где вы готовы работать даже за бесплатно как вы считаете это правда я считаю это определенный тест если ты действительно готов работать по специальности бесплатно значит это твоя специальность и наши студенты очень здорово это демонстрирует уже с первых курсов когда идут работать и помогать в дом и малюток идут работать приюты для людей оказавшихся без крова отдельный можно сказать поклон нашим ребятам которые работают в службах сопровождающих тяжело больных людей это все бесплатно это на условиях волонтерства но это такой опыт который сделает чека профессионалом на всю оставшуюся жизнь мне кажется это очень важно и здорово что у нас институте то есть а психологическое образование позволит хорошо зарабатывать абсолютно утвердительно отвечая на этот вопрос до спрос на услуги психологов растет я об этом говорила если мы сейчас моменте откроем к примеру хр у мы увидим что открыто более 6000 вакансий с компетенциями психолога если вы хотите чтобы я перешла формат цифр то я тоже могу это легко сделать начинающий психолог получает порядка 60 тысяч рублей на рынке а если психолог уже растет соответственно через два года консультирования это уже там 35 тысяч за час и выше это такая очень хорошая динамика очень вдохновляющие цифры и наши ребята действительно потихонечку начинают работать подрабатывать сначала институт очень помогает в этом направлении у нас есть центр карьеры с помощью специалиста специального обученного карьерного консультанта консультанты каждый психолог наш начинающий может составить резюме свое портфолио и уже со второго третьего курса найти работу по специальности конечно он не будет консультировать но вполне начнет работать помощником психолога либо ведущим каких-то групповых тренинговых форматов где нужно не нужна такая скажем так терапевтическая глубокая пока еще работа но тем не менее все это будет безусловно в кассу все это будет лить на воду на мельницу скажем так его профессионального становления я знаю что есть партнеры и крупные компании где можно проходить стажировку и затем остаться там работать как это происходит вы знаете есть такой стереотип что в крупные серьезные банковские например структуры и промышленные идут на стажировку на работу только экономист или менеджеры то я хочу развенчать это абсолютно на примере наших психологов на втором курсе все идут на первую практику и она у нас проходит в муниципальных учреждениях где оказывают бесплатную психологическую помощь нуждающимся категориям населения это для всех скажем так единая история а вот уже на третьем и на четвертом курсе начинается специализация в зависимости от того чего хочет студент зависимости от того в какой сфере он хочет реализовать себя как психолог видит он себя корпоративным психологом или коучем или видит он себя психологом работающим вот с теми самыми уязвимыми категориями населения или он хочет свою частную практику развиваться именно как психолог консультант мы эти пожелания студентов учитываем и поэтому часть психологов идут в и чар службы или в корпоративные университеты крупных структур но например мы очень активно взаимодействуем с банком уралсип мы работаем с втб туда у нас идут ребята в и чар службы помогать выстраивать программы сопровождения допустим не знаю там диспетчеров или кассиров профилактику работы с утомляемостью со стрессом и так далее это просто как пример часть ребят идет в психологические центры которые собственно специализируются именно уже на групповой или индивидуальной помощи по запросу многие работают с подростками это очень популярно в том числе в москве и московской области из много таких центров кто-то начинает работать уже и с группами взрослых людей в качестве помощников психологов тут уже я повторяю все вот запроса студента то его траектории которые он себе выстроил для того чтобы стать профессионалом еще и заметила что студенты мс начинают практиковаться будучи в стенах института нас курируют наставники и я так понимаю это же студенты старших курсов да это абсолютно так это наша гордость у нас есть уникальный институт в институте институт наставников мы собираем второкурсников заранее второкурсников третьекурсников обучаемых специальным техникам адаптации первокурсников сплочения молодых таких новых учебных групп и 1 сентября когда ребята к нам приходят их встречают не только кураторы деканата наши преподаватели администрация но и такой свой парень или своя девчонка который учится на год старше или на два года старше и вот этот вот наставник этот близкий такой родной уже скажем так ты нашим первокурсникам чек действительно очень сильно помогает помогает адапта адаптироваться в стенах помогает адаптироваться к новым условиям где не уроки по 40 минут и пары помогает правильно спланировать свою подготовку к сессии это тоже целый вызов целое дело для тех кто впервые пришел стены вуза как правило эти ребята наставники становятся очень большими друзьями первокурсников мы очень гордимся что у нас такая живая история в институте есть расскажите пожалуйста какие дисциплины изучают на направлении психологии конечно мы идем в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для нас это ключевое все начинается с общей психологии конечно же на первом курсе мы очень активно разбираемся и в психофизиологии биологических основах поведения человека разбираемся строением мозга что дальше дальше оттолкнувшись от этих азов мы переходим уже к различным отраслям более скажем так практика ориентированной психологии это социальная психология социальная организационная психология это детская возрастная психология это психология развития это конечно же клиническая психология чтобы понимать где заканчивается психотика или начинается да и где И, соответственно, психолог уже бессилен, и нужно звать медика на помощь. Обо всем об этом мы, конечно, будем говорить. Ну, наверное, еще особняком стоит семейная психология. На мой вкус самая сложная отрасль психологии. Тут я говорю как практикующий психолог, что мне лично тяжелее всего работать именно с семьями. Но, тем не менее, мы много внимания и уделяем, готовим ребят. И главное, что мы очень многие вещи делаем интерактивно. Вот, например, сейчас мы находимся в комнате психолога. У нас есть свой корпоративный психолог в институте. И ребята очень часто могут приходить после каких-то интересных разборов кейсов, например, на занятиях. И обсуждать, проводить небольшие супервизии в этой комнате. И психолог, она же практикующий психолог, безусловно, обязательно им помогает, дает дополнительные знания и всячески подкрепляет то, что они получают непосредственно на лекциях. Марина Владимировна, а за что вы любите свою специальность? Вы занимаетесь этим всю свою жизнь? Может быть, есть все-таки что-то необычное и интересное? Я бы не сказала о том, что я ее люблю. Вообще, психологи очень осторожно относятся к любви. Знаете же, есть разные точки зрения. У нее есть невротическая, подоплюка. Да, да, да. Я бы сказала о том, что я скорее служу этой специальности и делаю это с большим удовольствием и с полной самоотдачей. Я очень горжусь тем, что я именно не работала, а служила в Центре экстренной психологической помощи МЧС России. Я работала с пострадавшими в разных тяжелых ситуациях, на пожарах, стихийных бедствиях. Я работала с суицидентами, и я абсолютно не стесняюсь об этом говорить студентам. Этот опыт вдохновляет очень многих, и я им горжусь. Это было очень тяжело. Я работала всего два с половиной года. Считаюсь я выгоревшим в определенной степени психологом экстремального профиля. Таких много, и это нормально. Здоровая психика часто не справляется с такими вызовами, но даже те люди, которым мне удалось помочь, они всегда со мной, их глаза всегда со мной, они меня вдохновляют на то, чтобы дальше развиваться в этой замечательной профессии. Марина Владимировна, спасибо за все ваши ответы. Это была очень полезная и актуальная информация. Я думаю, что не только для меня, но и для наших абитуриентов. А вы следите за новыми видео. Всем пока-пока!